Четыре месяца спустя мордовские лесничьи вновь покинули на пару часов свои посты и приехали в Саранск. За новыми патрульными автомобилями можно. В этот раз их меньше по количеству, всего девять. Но никто не жалуется, принимать подарки всегда приятно. Принципиально ничего нет, изменений нет. Просто данные автомобили, прежние автомобили уже практически выработали свой ресурс. А вот сейчас будут новые автомобили. Большая часть лесопатрульной техники не обновлялась в последние 15 лет. В декабре прошлого года лесничи получили 15 новых отечественных внедорожников. В этот раз счастливыми обладателями ключей от новых белых НИВ стали лесничи из Ордатовского, Березняковского, Вендрейского, Зуповского, Краснослободского и Ковылкинского лесничеств. Две черные теперь принадлежат лесопожарному центру. Ну а лесничему Барашевского участкового лесничества повезло больше всех. Владимиру Конкину достался новый УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Я думаю, на этот не ездил, но ездили мы на такой машине, ну и пассажирами там по лесу, так-то она едет хорошо. Ну а будет в деле, покажет, как патрулировать будем, и будет все ясно. По традиции, после церемонии вручения осмотр техники. Хотя в этот раз одним осмотром не обошлось. Артем Сдунов решил провести тест-драйв лично. Выбор пал на Ниву. Нива, мне кажется, одна из лучших машин советского автокрома, еще с советских времен. Проходимость бешеная. Так что после того, как по лесу проедут на новую технику, ну там все, там кондиционер сейчас стоит, стеклоподъемники есть. В принципе, удобно будет, комфортно ее эксплуатироваться. Насколько хватит, не знаем, посмотрим. Все зависит от кузова. И все же асфальт в Советской площади совсем не то же самое, что лесное бездорожье. Так что проверить новые автомобили в деле лесничьи смогут только на своих участках, куда они отправились после торжественной церемонии. Арина Мелешкина, Евгений Фролкин. Наш Новости.